Современная производство сельскохозяйственной продукции практически невозможна без применения средств защиты растений, такие как гербициды, инсектициды, калициды, фунгициды. Как их применить грамотно, как их применить безопасно, как сбалансировать с одной стороны биологическую, хозяйственную, экономическую эффективность, с другой стороны безопасность для окружающей среды, для полезной энтомофауны, для медоносной пчелы, для персонала, кто работает непосредственно с препаратами, для тех сельских жителей, которые находятся в зоне ведения сельского хозяйства. Мы приготовили 5 правил. Пожалуйста, следуйте им. Правило номер 1. Перед применением внимательно обязательно прочитайте этикетку, где будет указано уровень опасности данного препарата для медоносной пчелы, диких опылителей и энтомофагов. Оцените риск данного инсектицида на полезную энтомофауну в зависимости от класса опасности препарата. Класса в опасности бывает 3. Высокоопасные инсектициды. Разрешается обработка при скорости ветра 1-2 метра в секунду. Пограничная защитная зона 4-5 километров составляет. Ограничение лета пчел от 4 до 6 суток. Среднеопасные препараты. Скорость ветра, при которой разрешается работать, составляет 2-3 метра в секунду. Пограничная защитная зона составляет от 3 до 4 километров. Ограничение лета пчел в течение 3-4 суток. Малоопасные препараты. Разрешается обработка при скорости ветра от 4 до 5 метров в секунду. Пограничная зона составляет 2-3 километра. Ограничение лета пчел не менее суток. Правило номер 2. Применяйте все доступные приемы оптимизации технологии опрыскивания для безопасности опылителей и энтомофагов. Опрыскивание необходимо проводить в минимальный лед опылителей, то есть в ночное время суток и до 10 часов утра. А также опрыскивание необходимо производить при температуре не выше 10-12 градусов Цельсия. Правило номер 3. 29 июня 2021 года вступает в силу Федеральный закон Российской Федерации номер 490 ФЗ о пчеловодстве в Российской Федерации. Данный закон устанавливает правовые основы развития пчеловодства как отрасли сельскохозяйственного производства, а также деятельности, направленной на сохранение пчел, в том числе предупреждение отравления пестицидами и агрохимикатами. Согласно законодательному акту, лица, ответственные за проведение работ с пестицидами и агрохимикатами, обязаны не позднее, чем за три дня до проведения работ через средства массовой информации поставить в известность жителей населенных пунктов в радиусе 7 километров от обрабатываемых сельскохозяйственных угодий. Указываются координаты обрабатываемого земельного участка, сроки и способы применения пестицидов и агрохимикатов, описываются пестициды, класс токсичности для пчел, эту информацию можно почерпнуть на этикетке пестицидов, а также указываются рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях. Следует отметить, что согласно новой редакции Федерального закона о безопасном применении пестицидов и агрохимикатов, который также вступает в действие в конце июня 2021 года, контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами санитарных норм и правил в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами будет осуществляться в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля и Федерального государственного экологического контроля. Статья 15 Федерального закона номер 522 от 30 декабря 2020 года. Правило номер 4. Интегрированная система защиты растений позволяет эффективно и рационально использовать применение химического метода защиты. Проведение мониторинга вредных организмов в агроцинозах сельскохозяйственных культур позволяет определять доминантные виды, их период нанесения вреда и сроки проведения защитных мероприятий. Защитные мероприятия проводятся на основе экономического порога вредоносности и по личинкам младших возрастов. Рассмотрим на примерах РАПС. Очень важно определить срок проведения защитного мероприятия, который предусматривает уничтожение фитофагов и сохранение полезной фауны и опылителей. Поэтому в фазу бутонизации эффективное защитное мероприятие в борьбе с комплексом таких вредителей, как рапсовый цветоед, капустная тля, гусеницы капустной моли, белянок, крестоцветные клопы, скрытнохоботники и другие насекомые. Озимая пшеница и сахарная свекла. С целью ограничения обработки площадей этих культур в ранний весенний период в фазу сходов на сахарной свекле и на зимой пшенице с момента появления миграции вредителей необходимо проводить краевые обработки в борьбе с пьявицей, злаковой листоверткой, со свекловичными долгоносиками. Кукуруза. Кукуруза – культура, на которой постоянно встречаются два основных вредителя. Это стеблевой кукурузный мотылек и хлопковая совка. Вредители, у которых очень растянутый лед и период от рождения вредоносных фаз очень растянут. И здесь важно проводить обработки, которые связаны с фенофазами культуры. В частности, в борьбе с перечисленными вредителями в фазу появления 50% мужских соцветий рекомендуется первая обработка. В фазу 100% женских соцветий необходимо проводить вторую обработку. Выполнение рекомендаций позволит оптимизировать использование инсектицидов в борьбе с вредными организмами. Правило номер 5. Часто необоснованно гибель насекомых связывают со средствами защиты растений. Необходимо проводить инвентаризацию насекомых на болезни, поражение энтомпатогенными вредителями, клещами. Это повысит устойчивость к абиотическим факторам.